Проблемный бывший боец UFC Элвуд Далтон зарабатывает на жизнь тем, что участвует в подпольных боях без правил, наводя ужас на своих соперников, которые порой сдаются без боя. К нему обращается Фрэнки, владелица придорожного кафе на Флорида Киз, которая хочет нанять его в качестве главного вышибалы. Поначалу он отказывается и пытается закончить жизнь самоубийством на путях поезда, но в последний момент чудом успевает уехать. Далтон огложит воспоминания о том, как однажды в октагоне он вышел из себя и на эмоции забил до смерти своего соперника, который уже был не в состоянии продолжать бой. Далтон решает принять предложение Фрэнки и садиться в автобус до Флорида Киз. В городе он сразу заводит дружбу с Чарли, девочкой-подростком, которая работает в местном книжном магазине «Класс Букс». Вместе со своим отцом Стивеном. Затем он добирается до того самого бара под названием «Дом у дороги». Местечко сразу же пришлось ему по вкусу. Однако вечером в баре творится лютая дичь. Заявляются головорезы местного босса мафии Бена Брампта и начинают беспределить. Без особого труда Далтон выманивает их на улицу и отделывает по высшему классу, на глазах у толпы. А затем, одолжив машину у Фрэнки, «Я на тебя заяву напишу». Отвозит несостоявшихся бойцов в местную больницу. Там он знакомится с врачом по имени Элли, которая помогает ему с ранами. Далтон возвращается в бар и получает свои первые деньги. Так как Далтону негде жить, Фрэнки предлагает ему разместиться в лодке ее дядей, предупредив о крокодиле, который очень опасен. Утром барменша приносят Далтону завтрак. После потасовки он мгновенно становится популярным среди местных жителей. Да и местные хулиганы теперь боятся Далтона. Фрэнки говорит, что слухи на острове очень быстро расходятся. И теперь он тут местный герой. Мафиозный босс недоволен своими бойцами. Ровно как и барбаром, который ранит его шею. Один из шестерок предлагает Бену привлечь к делу его отца. Далтон объясняет молодому парню, своему напарнику по имени Билли, тактику ведения боя. И тот вырубает чувака с ножом в руке. Кажется, Билли поверил в себя. Также к себе в команду Далтон берет парня по имени Рик. И они с Билли начинают работать в паре. Далтон начинает встречаться с Элли. Однажды ночью на него покушаются бандит Делл со своей подругой на черном автомобиле. Однако Далтон выживает. А по возвращении застает Делла в своей посудине с дробовиком в руках. Далтон одолевает его и выбрасывает за борт в море, где бандита внезапно убивает крокодил. Утром сосед говорит, что тело бедолаги найти не смогут. Как и не нашли тело его шпица, какой-то борзый мудак приказывает Далтону сесть к нему в пикап и отправиться к его боссу. Но у вышибала из бара совсем другие планы на день. Бандит достает пистолет, но Далтон ломает ему пальцы. Далтон пытается выяснить у Фрэнки, почему у мафии такой интерес к ее бару. Но она съезжает с темы. Отец пытается дозвониться до Брантона, но тот игнорит его. Недавно освобожденные из тюрьмы мафиози Нокс отсажены наглухо и дерзкие. Он всюду прет, как танк. Папашка Джеральд Брант, который отбывает срок, просит помощи у Нокса, который соглашается и очень быстро долетает на свое Феррари. Приехав в пентхаус Бена, он ставит всех на место и наводит свои порядки. Когда хозяин заявляется домой, то его удивлению нет предела. Здорово! Нокс говорит о том, что он по поручению его отца. И все разрулит сам. Элли забирает Далтона на полицейском катере своего бывшего бойфренда и везет его на романтическое свидание. И Амур пронзает своими стрелами их сердца. По возвращении Далтона задерживают копы и отвозят на пирс, где ему угрожает шериф Биг Дик, который просит его покинуть город. Далтон отказывается, поэтому помощники шерифа под дулом пистолета приказывают ему выйти из машины и избивают его. В это же время появляется Элли, которая оказывается дочерью шерифа и забирает Далтона с собой. По дороге она делится с ним своей прошлой жизнью. Также она рассказывает, что Джеральд Брант вложил много денег в этот остров и фактически всем здесь заправляет. Головорезы Бена прибывают в Глазбукс и нападают на Чарли и Стивена, отправляя их в больницу, а также поджигая магазин. Брант заявляется в бар и пытается по-хорошему убедить Далтона отступить, но тот не сдается. После этого головорезы Бена во главе с Ноксом заваливают в бар и начинают все крушить и избивать посетителей. Охранники пытаются успокоить Нокса, но все бесполезно. Он оказывается профессиональным бойцом. Вскоре в дело вступает и Далтон, и они с Ноксом обмениваются любезностями. Это напоминает бой в октагоне. Затем Нокс сносит Далтона с Ноксом, и оба они оказываются на улице. Появляются Элли и неподкупные копы, и бандиты вынуждены отвалить. Фрэнки рассказывает Далтону, что Бен владеет всей землей вокруг дома у дороги и намерен сравнять его с землей, чтобы построить курорт для богатых мудаков. Эта история не впечатлела Далтона, и он уходит. Но вдруг он замечает сгоревший магазинчик Glass Books, а также узнает от пожарного, что его владельцы в больнице. Это обстоятельство заставляет его передумать. Далтон убивает головореза в доме Джеральда, ломая ему подъязычную кость одним ударом. Затем Далтон говорит, что боится самого себя, когда его доводят до точки кипения. Он забирает труп громилы с собой. На выходе из дома Далтон встречает самого трусливого бандита, и тот выкладывает о месте и времени совершение денежной сделки Бранта. Затем Далтон отправляется к указанному месту, где натыкается на грязного копа, перевозащего ящик с наличными. Далтон пытается выставить копа виновным в убийстве громилы, лишив его кратковременной памяти ударом по голове. Но его знания оказываются ошибочными, и полицейский все рассказывает шерифу. Биг Дик сообщает, что бандиты похитили его дочь Элли, а чтобы ее спасти, Далтон должен вернуть деньги. И тот соглашается. Однако говорит, что деньги припрятаны в надежном месте. Далтон угоняет катеру бывшего парня Элли и приплывает к Бену на его яхту, который находится там с отцом Элли. Нокс, характерным хрустом, паркуется и заваливает Брентон домой. Однако никого там не застает. Бен требует вернуть принадлежащие ему деньги. О, я отдал их ему. Ты урод. Коп сознается в том, что его дочь никто на самом деле не похищал. Однако Бен его обламывает. Он реально похитил. Что? У, еще одна подстава. Бен начинает психовать как сучка. Но вскоре их милую беседу прерывает психопат Нокс. Далтон взрывает угнанную лодку динамиком. В результате чего взрыв задевает яхту и та начинает тонуть. Далтон находит Элли, запертой в каюте, отчаянно пытающейся разбить окно. Когда появляется головорез, окно ломается. И Далтон с Элли выплывают наверх. Бен хватает Элли и увозит на лодки. А Нокс отчаянно пытается раздавить Далтона своей лодкой. Но Далтон умудряется залезть на лодку и начинается непродолжительная схватка. В результате Далтон угоняет его лодку. Заметит недруга, Бен решает идти на таран. Затем лодка Бена резко врезается в лодку Далтона. И тот, из-за удара, падает к нему в лодку. Отчаянный Бен направляет яхту прямо в сторону берега. После драки Далтон и Элли спрыгивают с лодки. А Бен влетает на ней в ненавистный бар. Бородатый дьявол жив и хочет вместе. Элли с Далтоном приплывают туда, где неудачно припарковался Бен. Он пытается остановить Далтона гарпуном. Но тот легко вырубает Бена. В то же время появляется Нокс, угнавший пикап на дороге. Далтон не дает ему вылезти из машины. Затем они вступают в драку. Профессионалы метелят друг друга безо всякой жалости. И полуразрушенное кафе превращается в колизей. Нокс лупит Далтона головой о пианино. Пианино расстроено. А мне звук нравится. Удушающий прием Далтона не принес ему победы. Нокс хватается за острую деревяшку и втыкает ее Далтону в бочину. Появляется Бен и приказывает Ноксу прикончить Далтона. Но Нокс сворачивает Бену шею. А затем он пытается добить Далтона. Но не тут-то было. Далтон много раз наносит сколющий удар деревяшками Нокса, добивая его. Прибывает отец Элли и приказывает Далтону уйти. Девушка поддерживает эту идею. Фрэнки не унывает и говорит, что они все восстановят. Когда Далтон ждет рейсовый автобус, Чарли навещает его с прощальными словами. В это же время Стивен открывает коробку в книжном магазине, обнаруживая заначку с наличными. Но не успевает поблагодарить Далтона из-за того, что тот уже уехал. Но Нокс все еще живой в больнице. Он нападает на персонал, после чего уходит в больничном халате. Продолжение следует...